Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря есть на что обратить внимание. Если вы соскочились по волатильности, сегодняшний день точно исправит это и привнесет эту волатильность на рынок, я уверен, что в движение придут практически все финансовые инструменты. Мы ждем отчет по инфляции в США. Это главный индикатор и путеводитель для Федрезерва в оценке динамики потребительских цен и, по сути, ковровая дорога к решению по будущему смягчению монетарной политики и снижению ключевой процентной ставки. Хотя, забегая вперед, могу сказать, что пока еще не все так очевидно с тем, что будет с процентной ставкой, будет ли американский регулятор ее снижать по итогам июньского заседания. Отчет по инфляции мы ждем в 12.30 по GMT. Далее, в 13.45 по GMT решение Банка Канады по процентной ставке. Канадский доллар в нашем портфеле, мы шортим его довольно-таки давно, но еще не достигли по паре доллар-канадец от целевого ориентира. Учитывая крайне провальный отчет по канадскому рынку труда в последнее время, слабые данные по индексу PMI производственного сектора, проблемы с потребительской активностью и с инфляцией, я думаю, что в конечном счете Банк Канады почти обязан анонсировать скорое смягчение экономической политики либо готовность к таким решениям на одном из ближайших доседаний. Вот этот момент в идеале бы сегодня подловить, потому что мягкой риторикой канадского регулятора мы не ждем снижения процентной ставки. Это на текущем этапе более чем достаточно, чтобы поконкурировать с все еще жесткой риторикой Федрезерва и создать идеальные условия для роста пары доллар-канадец. Под закрытие торговой сессии 18.00 по GMT будем же анализировать протоколы последнего заседания американского регулятора. Да, это несколько устаревшая, по сути, дорожная карта будущих действий, потому что с момента последнего заседания Федрезерва прошло уже больше двух недель. И за это время было опубликовано очень много макроэкономической статистики. Мы знаем то, что мнение многих представителей американского регулятора уже потерпело радикальные изменения. Но все равно протоколы могут стать дополнительным напоминанием той риторики и тезисов, которые нам уже так привычны. Эта выжидательная позиция сейчас более чем уместна. Все зависит от макроэкономических данных. ФРС является адаптивным регулятором. И если будут условия для снижения процентной ставки, американский регулятор пойдет на это решение. Однако, если будут усиливаться признаки роста инфляционного давления, рынок труда останется прогрессивным, то и ставка ключевая в США будет держаться на прежней планке 5,5%. Вот второй сценарий, как вы понимаете, сейчас более уместен. Поэтому мы и говорим о том, что у доллара сейчас гораздо больше оснований, чтобы оставаться бодрым и оказывать давление на всех своих конкурентов. Давайте к инструментам. Индекс доллара 103.90. Понимаю, что все устали от довольно узкого коридора по этому активу, хотя вчера мы не увидели вообще интересное движение, да и практически уже неделю не наблюдаем, ну, разве что исключение золота. И это связано с тем, что на рынке нет новых стоящих фундаментальных событий, которые могли бы раскачать эту волатильность. И сегодняшний день, как я уже отметил, точно может исправить ситуацию, потому что я жду очень хорошей реакции на данные по инфляции. Поэтому и от доллара я тоже жду, что он не закопается в районе 104 пунктов и покажет рост, прорвется выше 104 пунктов и нацелится на целевую отметку 105 пунктов. Ожидание по инфляции. Рост показательств от 3,2 до 3,4%. Базовая инфляция при этом может снизиться с 3,8 до 3,7%. Но в последнее время так часто было много сюрпризов от американской статистики. Я допускаю то, что базовая инфляция сегодня, когда мы получим фактические цифры, может остаться на прежнем уровне 3,8%. А если окажется, что и базовая инфляция еще выросла, ну тогда точно снижение процентной ставки в июне начнет постепенно стремиться к нулевой отметке. Если мы увидим рост основного индекса потребительских цен, по сути это будет означать, что инфляция растет 3 месяца подряд. И это уже самая настоящая тенденция, которая должна заставить задуматься вас, потому что точно задумывается американский регулятор. Стоит ли в текущих условиях менять рынок кредитования посредством предоставления более низкой процентной ставки. Потому что если инфляция растет, а регулятор смягчает экономическую политику, это означает то, что регулятор делает все для того, чтобы инфляция стала еще выше. Согласитесь, так себе логика и поведение для того ведомства, в данном случае Федрезерва, который должен вообще обеспечивать стабильность цен и добиться того, чтобы индекс потребительских цен и инфляция была в районе 2%. Я думаю, что ФРС не будет противоречить этой логике. Соответственно, если мы увидим признаки усиления инфляции, американский регулятор даст нам понять то, что вопрос снижения ставки в июне еще не решен. Сейчас вероятность снижения ставки 50% в июне, но это в принципе нормальная вероятность. Мы работаем с ней буквально по каждому финансовому активу и по каждой торговой идее, если быть совсем объективными. Но 50%, если сравнивать с тем, что было буквально 2 недели назад, когда рынок закладывал вероятность снижения ставки в июне чуть ли не в 70%, это уже победа для покупателей доллара, потому что чем ниже будет эта вероятность, тем меньше шансов на то, что это судьбоносное решение будет принято. Лури Логан, Лоретта Мейстер, Мэри Дейли, Мишель Боуман, они все уже высказали за то, что не нужно торопиться. И я надеюсь, что доллар услышит это в конечном счете и окажется выше 104 пунктов. Золото мы по-прежнему не трогаем. 2350 долларов за тройскую консу, сантимент меняется, почти уже 50 на 50, и, скорее всего, уже начинает попахивать, друзья, разворотом. Это не призыв шортить, нет, лучше пережить вне трейдов предстоящие данные по инфляции и протоколы. После мы вернемся в золоту, когда получим хорошие и более стоящие сигналы на открытие коротких позиций. Но не сейчас. Евро против доллара 1,0850, раз ожидаем рост доллара, соответственно, ставим на снижение европейской валюты. Но выберите какой-то отдельный инструмент. Завтра заседание Европейского центрального банка, поэтому не имеет значения сейчас делать акцент на какие-то локальные макроэкономические отчеты. ЕЦБ будет переваривать данные по инфляции, которые мы уже переварили. Это релизы, которые вышли несколько дней назад. Там была зафиксирована тенденция снижения. И по этой причине мы предположили, что ЕЦБ должен анонсировать смягчение экономической политики. Ставка ЕЦБ сейчас 4,5%. Я рассчитываю все еще, что ЕЦБ опередит американский регулятор и снизит ставку раньше. Поэтому короткие позиции, на мой взгляд, здесь в приоритете. Пара доллар-иена, цель 153. Все также актуальна три недели подряд. Доллар-иена, по сути, держится на одном и том же уровне, даже несмотря на постоянные вербальные интервенции, которые идут со стороны Центрального банка и Минфина. Держим целевой ориентир 153. Сегодня, после выхода данных по инфляции, я допускаю, что будет прорыв вверх к нашей целевой отметке. Сантимент на нашей стороне. 19% трейдеров находятся в длинных позициях, то есть в той стороне, где и мы. В то время как 81% трейдеров сейчас пару долларов-иен шаратит. Я не думаю, что рынок при таком позиционировании позволит заработать такому большому количеству трейдеров. Вы же знаете, что всегда цена идет против толпы. Доллар-канадец 1,3570, целевой ориентир 1,3650, 80 пунктов до данной цели. Ждем решения Банка Канады по ставке. Ставка сейчас 5%, но любой намек на готовность ее снижения, этого будет достаточно, чтобы обеспечить агрессивную распродажу канадского доллара и, соответственно, рост пары доллар-канадец. Биткоин 69 тысяч. Волатильность остается высокой, но я думаю, что в отношении рынка криптовалют мы привыкли к этой волатильности. Сейчас мы в ожидании халвинга, смотрим за тем, как ведут себя инвестициональные инвесторы, как ведут себя ритейл-трейдеры. Интерес остается повышенным, и по этой причине я все еще рассчитываю на закрепление. Уверенная биткоина выше 70 тысяч. Американские фонды в рынок S&P 500 5263 пункта. Ждем новые исторические максимумы. Целевой ориентир долгосрочный 5500 никуда не делся. И рынок нефти 8950. Хорошо, что мы решили зафиксироваться выше 90 долларов за баррель. Коррекция сейчас набирает обороты, хотя новостной фон не такой уж и однозначный. В частности, есть инфа о том, что мирные переговоры между представителями Израиля и Палестины были провалены. Поэтому это, по идее, фактор поддержки для котировок нефти, потому что растут риски перебоев поставок. Но есть нейтрализаторы. Это бодрый доллар. Это данные по запасам нефти США от Американского института нефти. Они выросли на 3,3 миллиона. И сегодня ждем аналогичные цифры от официального ведомства администрации энергетической информации. И я предлагаю дождаться завтрашнего отчета по инфляции в Китае, потому что там могут быть негативные сюрпризы. И, скорее всего, эти сюрпризы должны стать причиной распродажа рынка нефти. Вот когда у нас будет на руках все необходимое, данные из США, данные из Китая, мы еще раз вернемся к нефти и оценим перспективы этого инструмента. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.